Всем привет! Вы на канале Просто Детки. И сегодня мы проведем обзор новой игры на просторах интернета, которая называется Piranio. Она в чем-то похожа, ну даже можно сказать во многом на игру с Лизарио. А также у нее много и отличий от игры с Лизарио. Причем она была разработана только недавно, поэтому отличия есть как очень интересные, так и незначительные. В этом обзоре я попытаюсь объяснить и показать некоторые из них, ну соответственно все рассказать и увидите на практике. Поначалу, когда я открыл эту игру, сыграл там минут 5-10, я ее закрыл и мне она не понравилась. Но потом что-то меня дернуло сыграть в нее еще раз и после этого я залип в нее часа на 3 или 4, пока не разобрался и тяжело потом было меня от нее оторвать. Тут нет такого как в Слизарио, что акула растет в длину, она растет фактически только, ну она получает уровни. Получается, когда ты кого-то съедаешь, вот эти вот так называемые отдыхающие на пляже, то ты набираешь массу именно рост акулы. А когда достигаешь определенного уровня очков, нет не так, когда ты достигаешь, сейчас скажу как правильно, чем ты больше, вот она растет в объеме, тем медленнее ты плаваешь. Чем ты меньше, тем быстрее соответственно. Когда она растет до предела определенного уровня, она становится большой, но очень-очень медленной. Соответственно, когда она поднимает, набирает много очков, поднимает уровень, ай, нас пока съели, пока я рассказывал. Она поднимает уровень, ну, становится маленькой, но соответственно на следующем уровне она может вырасти еще быстрее. Для того, чтобы быстро передвигаться, здесь есть в игре три как бы таких супер возможности, супер комбинации. То есть есть такие вот, как вы видели, сейчас я подплыву, если найду, вон какая большая акула за нами гонится. Вот такой вот вопросик. Когда ты его берешь, то слева появляется один из этих комбинаций. То есть ты можешь плавать под водой, ты можешь ускоряться и ты можешь включать такой как электрошок. Когда ты включаешь электрошок, то ты можешь съесть любую акулу любого размера, если у нее, соответственно, нет этого электрошока тоже. Поэтому тут она более пропорциональная, эта игра. То есть если ты большой, то ты не застрахован от того, чтобы... Вот, только что мы проглотили кого-то. Если ты большой, ты не застрахован от того, что тебя съедят. Соответственно, на карте ты видишь, где какие игроки. Если у тебя нету этого супер, как сказать, суперудара, то желательно не соваться поближе к игрокам. Я считаю самым полезным это все-таки электрошок, потому что ускорение, ну вот, ускорение включилось и закончилось. А если у тебя электрошок, то ты можешь спокойно плавать там, где много игроков, потому что за игроков, как и в Слизарио, дается намного больше очков. Вот сейчас вот этот значок молнии, это значит, что у нас появился электрошок. Сейчас я вам покажу, как он действует. Сейчас кого-то мы найдем. Вот, большая акула. Мы включили электрошок и ее съели. Если бы у нас не было этого электрошока, она нас бы проглотила и забыла, как называется. Соответственно, мы его использовали, поэтому нам нужно опять было искать знак вопросика, чтобы защититься. Мы пока застрили четвертого уровня. Ускорение нам особо не нужно, поэтому мы его сбрасываем, ну, скажем так, расходуем, чтобы взять какой-то другой вопросик. А если у нас есть какой-то, ну, суперудар, и мы берем еще кучу вопросиков, то они просто пропадают. То есть они, как бы, ну, не задействуются. Поэтому желательно, вот пока никого не встретили, то скидывать, кстати, левые всякие возможности и искать, пока выпадет нам вот этот значок именно молнии. Ну, вот сейчас нам опять выпала волна. Это вот такая вот невидимость. Нам тоже она не подходит. Поэтому мы ищем, когда нам будет молния. О, вот, все, теперь нам выпала молния. Мы можем спокойно теперь питаться, расти, искать себе жертву. О, вот, какой-то мелкий. Во-первых, а, он тоже, вот видите, включил электрошок. Поэтому нам с ним смысла нету отягаться. Мы спокойно ушли в сторону и опять берем себе какую-то возможность. Мы уже выросли очень сильно. Только хотел сказать, что скоро должны поднять уровень. И когда поднимаем уровень, становимся очень маленькими. Поэтому нужно быстренько чуть-чуть отхаваться. И опять мы скидываем вот это, то, что нам не нужно. Тут, кстати, даже можно в игре останавливаться. Вот мы остановились под вопросиком. Можем просто вот остановиться. Но опять нам попалось ускорение. Ускорение нам не нужно. Мы его скидываем. Как раз попутно набираем чуть-чуть массы, скажем так. Опять берем вопросик. Опять нам попадется сейчас не то, что нужно. Вот видите, опять нам попалась вот такая волна. С ней хорошо от кого-то прятаться. То есть если мы видим, что за нами кто-то гонится, мы нажали волну и все. И ушли куда-то в сторону. Вот. Все. Нам попался опять восклицательный этот знак. Он. Тем более я вижу, что впереди пятого уровня игрок. Надо быстренько за ним погнаться. Быстрее, быстрее. Все. Видели? Мы его съели. И сразу стали большими такими. Потому что, когда съедаешь игрока, тем более большого уровня, то у тебя очки очень сильно поднимаются. Вот справа вверху есть рейтинг игроков. Вот у нас, видите, ну, ник просто дети. Мы сейчас на первом месте на этом сервере. Игра новая. Тут игроков не так уж и много. Пока мы скажем так не очень тесно. Поэтому сейчас интереснее всего играть. Потому что, когда будет очень много игроков, то, возможно, будет тесновато. Не будет на всех хватать каких-то вот этих супер возможностей. Вот мы взяли вопросик и опять нам попалась эта молния. Поэтому мы можем спокойно идти и кого-то вычислять. Но, опять же, тут нет ограничения по времени у вот этого супер удара, супер возможности. То есть мы взяли эту молнию и можем спокойно плавать, собирать вот этих вот, ну, пожирать отдыхающих до бесконечности. Пока, ну, скажем так, за нами не начнет кто-то гоняться. Когда начнет гоняться, тогда мы уже используем эту супер возможность. И или кого-то сидим, или сами спасемся. Но так же выглядит неинтересно. Поэтому мы будем за кем-то гоняться. Так. А если мы, допустим, увидим какого-то маленького, ну, маленькую-маленькую акулу и решим ее просто проглотить. Тут смысл такой, что если ты больше догоняешь того, кто меньше, ты его просто съедаешь. Не важно, ну, все остальное. А, допустим, вот увидели единичку. Вот, 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 все, съели их обоих. Вот увидели единичку и не захотели тратить свою супер возможность. Подплываем к нему, чтобы его съесть. А он в этот момент включает, ну, этот электрошок. И единичка, вот такую большую акулу берет, просто этим электрошоком и съедает. Это, с одной стороны, разумно, потому что есть равные возможности для всех игроков. Ну, а с другой стороны, бывает иногда чуть-чуть обидно. Потому что ты тут такой вот весь крутой растил свою акулу. Вот видите, уже даже острова меньше, чем эта акула. Скоро мы перейдем на новый уровень. Ну, а с другой стороны, вот, только сказал и сразу перешли. Ну, а с другой стороны, я же говорю, это по-честному. Потому что те, кто только зашел в игру, могут схватить электрошок, найти большую акулу, которая, ну, зазевается. И, соответственно, ее сажать. То есть тут не будет таких мега-крутых, мега-больших акул. Эта игра очень динамичная. Ну, кто в нее поиграет, она очень-очень мне нравится. Мы наш обзор сделаем, пока нас кто-то не съест. Я больше всего доходил, вот, я в нее один день всего играю. Так, вон, Настя какая-то. Видите, она второго уровня, но она уже отхавалась, поэтому она такая большая. Она нас спокойно может съесть, хоть и мы шестого. А если мы немного наберем массы, то мы станем больше этого второго уровня в несколько раз. Но мы пока, видите, не встречаем вопросика. А нам нужно его найти, потому что пока мы маленькие, мы уязвимые. В этом еще особенность игры, честность, что когда ты переходишь на следующий уровень, ты некоторое время, если ты без электрошока или какого-то там этого, другого этого, ты очень уязвим. То есть надо стараться держаться вдалеке от других акул. О, вот вопросик. Дай бог, чтобы нам что-то попалось. Нет, не то. Ай, все, видите, нас съели. То есть он был второго уровня, а мы шестого. Но, тем не менее, он нас смог съесть, потому что у нас не было вот этого суперудара. И почему-то он нас догнал. Хотя я включил ускорение. Вот разные бывают ситуации. Так, ну, хотел я после того, как нас съедят, закончить обзор. Ну, я посмотрел, что, в принципе, еще мы можем поиграть. Видите, мы первого уровня, а к нам четвертый подплыл большой и съел. Поэтому вот в толпе плохо начинать. Надо стараться. Вот опять нас съели. Так, ну, вот хорошо, когда сразу выпали рядом с вопросиком. Ну, вот, все, нам сразу сейчас выпала вот молния. Мы сейчас сможем первого уровня подплыть там к какому-то мега-мега акуле. И взять его и съесть, если у него нету никакой там защиты от нас. С первого уровня по второго, видите, переходить очень быстро. Там подплыли десятка-два отдыхающих. Скушали. Вот, 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 видели? Только что четвертого уровня акулу я взял и съел ее вообще просто на завтрак. А, сейчас нас съедят. Быстрее, быстрее, быстрее. Ай, не то, не то, не то, не то, что нам нужно. Там вот справа внизу есть мини-карта, на которой видно текущее положение акул других, которые рядом. О, только что с электрошоком акула он летит. А, он пытается за нами гнаться. О, все, у нас электрошок, можно теперь не переживать. Ну, а бывает еще такое, что зазеваешься, не успеешь его включить, а какая-то мелкая акула там, которую ты даже не видел, подплыла к тебе и съест. Поэтому, повторюсь, что у игры, мне кажется, у этой большое будущее, потому что это как глоток свежего воздуха, что-то новенькое. Мне как геймеру с большим. Так, вот сейчас попробуем. Видите, он быстрый этот, мелкий, мы его не можем догнать. Но если догоним, и он ничего не включит, сейчас я готов рискнуть, то мы сможем его вот так вот съесть. Вот, видели, проглотили. Потому что он мелкий. Вот он опять тут был. И мы его съели, не тратя никакие эти супер-возможности. Наш электрошок этот. Но опять же, если бы вдруг, вот, все, мы превратились в мелкую рыбку, теперь надо бы быстрее отсюда текать. Потому что вверху было какое-то скопление, там 4 акулы. Нам сначала нужно чуть-чуть набрать массы. Вот так вот по краю. И потом уже возвращаться туда, к большой этой стае. Потому что, когда у нас, допустим, нету супер-возможности электрошока, и мы большие, то все равно шанс остаться в живых больше. Так. Сейчас мы уже, вот видите, как она растет. То есть сначала отдыхающие были крупные, акула маленькая. А сейчас, когда она на 4 уровне, она уже такая большая. Повторюсь, я играю в нее только со вчерашнего вечера. И максимально пока достигал седьмого уровня. После этого меня подлым образом скушали. Вот второго уровня акула мы сделали электрошок. Я мог бы ее и так скушать, но это было рискованно. То есть вдруг бы у нее был электрошок. Так, нам попался опять электрошок. Сейчас мы, наверное, скоро уже повысим опять уровень. Поэтому нам нужно где-то тут быть. Еще, в игре есть небольшое ускорение. Вот тут слева вверху написано такое буст. Оно очень короткое. То есть оно недолго действует. Это когда ты кого-то вот уже почти догнал, но не хватает чуть-чуть. Ты можешь чуть-чуть от него, скажем так. А вот пятого уровня акула я включил электрошок. Взял ее, проглотил. И сразу, соответственно, съел. Потому что у нее не было ничего, никаких возможностей. Нам попалось ускорение, но ускорение, я повторюсь, нам особо не нужно. Нам нужно электрошок. Вот, мы уже на пятом уровне. Опять нам не то, что нужно, попалось. Ищем, ищем вопросик. Они бывают, как будто куда-то пропадают все. Бывает, ползаешь пару минут и не видишь. А бывает, один вопросик на одном. Ну, покажись вопросик. Так, ускорение тоже хорошо. Если ты большой, самый там большой, допустим, на карте, а у твоего оппонента нету. Так, за мной, по-моему, кто-то охотится. Этот мелкий. Но можно рискнуть и слетать за ним. Если у него нету никакого... Вот, мы его съели, да. Вот еще один. Включаем ускорение. И, ай! Вот, видели, он включил электрошок. И, соответственно, нас отбрил. То есть, мы рискнули и проиграли. В этом особенность этой игры, что вот такой вот мелкий может съесть такого большого. Поэтому тут нужно думать или рисковать и расти большим, или потихоньку, как в Слизарио, там где-то на окраинах отъедаться, чтобы стать большим. Но, опять же, потом могут все равно тебя съесть. Игра, я считаю, интересная. Кто смотрел это видео, и оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, всем отвечу. Будем прощаться. Оставайтесь с нами, каждый день новые обзоры. Будет интересно.